добрый день добрый день меня зовут михаил поляков вот и я хотел бы немножко рассказать о себе с чего я начал вообще как я пришел собственно говоря михаил но вопросы буду задавать на вам вы форекс трейдер и вы начали свой стаж именно форекс или на фонде только форекс я начинал в 99 году то есть это как получилось достаточно случайно моя знакома нас каким-то другим знакомым познакомилась и собственно потом нас свела мы попали в дельминговый центр был на китай городе потом они на алексеевск переехали и вот там я узнал про то что есть книга элдера сороса взял купил их прочитал и после этого в общем то немножко узнал вообще о рынке форекс о биржах на валютах вот но после этого как-то у меня все не было времени и была другая немножко предыстория в 2003 году мы впервые узнали о другой компании которая уже услуги предлагала именно торговли на бирже вот и мы начали этим заниматься у нас была небольшая группа мы были как бы единомышленник мы вообще играли в игру кэшло по киосаки и вот думали чем заняться как зарабатывать деньги инвестировать то есть многие занимались каким-то бизнесом имели доход ну у кого большой кого не очень большой стабильный и вот после этого мы решили заняться этим тем более они находились соседней подъезде от нас вот ну первый мой заход был не совсем удачный как бы полторы тысячи долларов я слил вот продолжал где-то полтора месяца да вот потом собственно говоря мы несколько месяцев решили выждать стали более осторожными я начал с 300 долларов вот с 300 долларов я сделал 650 вот концу месяца потом мы начали уже докладывать деньги доливать так сказать в общем доливали доливали и дальше в общем все пошло как бы а проблем с выводом вас не было там была ситуация другая в общем все это продолжалось благополучно где-то 2007 года 2007 году я уехал на кипр потом я уехал в африку я немножко так специальности геолог вот и в 2008 году когда я приехал где-то через год в общем то у них начались там некоторые моменты скажем так достаточно серьезные в общем народ разбежался хотя у нас было достаточно много народу приезжали люди я знаю из казахстана с украины было с россии очень много городов арендовал целый подвал собственно вот на хохловском переулке вот толпа была народу денег в управлении было очень много но какие-то начались потом а очень много до сколько насколько я знаю по данным где до 30 миллионов было доходило очень сложности но как бы хорошо что это уже закончилось без моего как это участие вот ну я знаю что закончилось не очень хорошо с чем там была проблема я пытался добиться от людей я понял что они настолько запуганы что они не хотели вообще на тему говорить вот и все вот поэтому после этого у нас был перерыв скажем так то есть заработали я лично очень неплохо заработал очень неплохо там ну несколько человек были у меня инвесторы грамм так ну я занимался практически до 2000 там двенадцатого года немножко другим бизнесом связанным с добычей там природных ресурсов в танзании то есть там сумма инвестиций где-то порядка 500 тысяч минимальный доллар ну а в 2000 к собственном двенадцатом году вот в прошлом августе мой знакомый который продолжал этим заниматься вот говорит ну слушай давай что-то в свое время очень неплохо торговал давай займись опять этим делом то есть я знаю что за эти годы он все трешку купил браться на новом доме у нее там две машины как бы в принципе хорошие то есть день как бы очень все хорошо но я подумал потом почему бы нет собственно опять начал этим заниматься вот с тех пор фактически вот сейчас у нас уже 31 октября вот год уже с лишним занимаюсь а самый чувствительный проигрыш это был первые полторы тысячи долларов с ли туда по сути да а какой самый памятный выигрыш памятный выигрыш памятный выигрыш но из последних это выступление бернанки у нас было вообще самый на 1 1 это было когда центробанк японии объявил там то у нас был 4 апреля у меня стояли собственно достаточно много там лотиков и 2 на выступление бернанки то есть я помню что за те сутки в ночь мы закрыли где-то в пределах 15 тысяч там 15 лет с копейками долларов это за одну ночь как вы принимали решение когда только пришли в территрейд и как вы сейчас принимаете торговое решение ой дело в том что когда мы работали в территрейде там были совсем другие валютные пары то есть вот то что было тогда сейчас изменилось совсем по-другому тогда был основной фунт франк вот сейчас я лично фунт франк практически этим то есть я вообще не торгую фунт франком то есть я смотрю так ну ни одной сделки не открывал за год по фунт франк вот соответственно евро доллар как ключевая пара на тот момент было постольку поскольку то есть мы это франк доллар то же самое работали ну а сейчас собственно евро доллар основной то есть мне достаточно включить вот график евро доллара знаю какой курс сейчас и я понимать что с иными там валютной пары там тоже самый фунт доллар там франк доллар и так далее то есть это ваш хлеб да эта пара валютная нет у меня очень много а вот как какие вот считается что многие трейдеры чувствуют какие-то пары да другие характер другие не очень чувствуют какие вы чувствуете да не все синхронно ходят то есть практически грубо говоря если евро доллар идет вверх значит евро иена идет вверх значит доллар и гена идет вниз соответственно тоже самый фунт доллар идет опять же там вверх или соответственно если вниз идет евро доллар значит они он идет в сфере сам статус по мальчику на раз организация все-таки нет ну да раскорреляться там конечно присутствует нет она присутствует тот момент когда выходит при новости там чисто по японии вот выше новости то понятно что там ходят все японские пары уже относительно этой извините вы работаете евро доллар я вас перебил евро доллар 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 евро иена австралийц канадец австралийц доллар дальше соответственно доллар франк франк иена фунт иена фунт доллар и доллар канадец вот основные остальные как бы смотрю так что там творится но вот уже год вы возвращение исполнится вашему на рынок есть какие-то успехи то есть вы в плюсе сейчас плюсе где-то суммарно менять 40 процентов получилось за все время понятно так вот как вы принимаете торговое решение на тех анализ или интуиция тех анализ вещь очень относительная вот мое такое мнение в основном нам больше интуиция то есть я смотрю его ситуацию например что происходит по валютной паре я смотрю сколько она время растет или падает например иена она ходит в течение там ну суток достаточно сильно там от одной иены до трех иен может ходить евро доллар в пределах там пол доллара пол цента где-то до там полутора центов может ходить вот я смотрю соответственно предыдущие пеки там и дно на это смотрю иена вот после того как они собственно там ну центробанк политику начал одна практически всегда идет вверх поэтому если открываться соответственно вниз то нужно искать следующий там пике если открываться соответственно вверх то нужно дождаться какого-то хорошего отката это относится ко всем валютным парам там та же самая иена фунт соответственно там франк иена и так далее ну и соответственно доллар иена и евро иена то есть тех анализ вы не смотрите или какие-то у вас индикатор сутью есть на график или драга индикатор вообще никаких нет как один человек сказал самый лучший индикатор это график то есть индикатор они показывают ну собственно то что было уже то что будет в будущем ни один индикатор не показывает то есть но это просто немножко сад такое как саму успокоение шоу-то показывает что пойдет вверх или вниз я больше смотрю на то что происходит там соло на биржах смотрю тоже самое кластерные графики смотрю там сколько круглых сделок там пошло вверх сколько вниз сколько напнет накал то есть это намного более интересно вот я смотрю тут на компьютере профинансовый сайт да какие вы источники используете они открыты либо что-то покупаете ничего не покупаю в принципе информацию беру отсюда откуда только можно очень много информации там на английском то есть какие источники ну расскажите вот интересно ну финвиз тот же самый там больше как бы по акциям в принципе вот так вообще еще чем неинтересно в интернете русском то есть информацию собираю то есть нужно не нужно читаю всякие форумы чат это все что можно только потому что бывает что некоторые люди там ну как бы попадаются очень даже интересные то есть в общем если так сказать вот все эти формы чата там конечно больше людей собирается там обсуждать там свои там ну какие-то плюсы минусы в общем на самом деле успешные трейдеры там особо не сидят это надо понимать вот но иногда попадаются очень интересные вещи и они что выдают готовые торговые решения даже если они выдают что-то неправильно я сразу это отслеживаю то есть например у человека есть какая-то стратегия сразу должен понимать в чем ошибка эта стратегия то есть почему она будет работать или не будет работать то есть понятно я не петендует там на то что я там говорю какую-то истину последнюю ну вот понимаете ошибки там или например плюсы кого-то то есть это тоже очень важно то есть мое такое мнение вот там правильно неправильно это время покажет понятно а вот вы работаете из дома да как я понял из дома хотя вы геолог но сейчас это основной ваш заработок ну я пока геологи оставил пока я нахожусь здесь немножко так кстати решил отдохнуть потому что я там достаточно много времени пробыл уже устал и со всех денег не заработать решил пока в Москве поддыхать но если вы зарануя вам верю до зарабатывать такие большие проценты да то наверняка вам предлагают деньги в управление но у меня есть три инвестора есть инвестора три инвестора сейчас есть но они довольны этим это бывают такие моменты что в принципе доходность хорошие но инвесторов заходит именно момент просадки ну один мой инвестор с ним была такая история то есть это все мои вообще знакомы очень хорошие он короче пошел есть такой рафайзенбанк в этом рафайзенбанк у него лежал пиф лежал у него где-то с 2010 года он положил в электроэнергетику и в ритейлы вот короче говоря итог такой минус 300 тысяч рублей вот такой из 2060 года был там миллион осталось 700 тысяч вот короче мы приходим в этот банк находился на таганке насколько я помню вот и он я говорю этому ну там мальчику говорю ты нам покажи что в портфеле вообще в этом а это вам не положено как бы я понимаю что там на самом деле положено все знать что там в этом портфеле там я понимаю электроэнергетика просила а вот и ритейлы в принципе они но не могут просить если там только будет неликвид закуплен ну и в конечном итоге мы просто не стали там разбираться я сказал забирай все деньги все то есть я эти деньги принципе мы все отбил уже в плюсе то есть он отбил сейчас 300 тысяч которые он там потерял другой с десятого года за три года и у него сейчас плюс еще в принципе он доволен где-то у него в общей сложности сейчас наверное я думаю что 1200 лет это буквально с лета началось где-то с июня месяца такая ситуация понятно вторая знакома у нее там тоже лежал только там у него лежала золоте долго мы с ней бились я сказал золото падает в общем там был пик 1430 буквально недавно там где-то порядка сколько месяц прошло я сказал забирай срочно иди забирай она пошла забрала благополучно дальше начинаем работать хотя у нее при 5 лет это пролежало то есть она где-то забрала приблизительно нулях то получилось вот сколько у вас тут а вас не дали это такая ответственность что вы же все-таки одно дело с знакомым пить водку а другое дело все таки деньги это разношено вещь не такой ответственности лучше можно свои работать у меня своих большая часть денег то что там инвесторский там процент может 15 20 у меня 220 сейчас вот в общей сложности чего-то а куда вы вообще движетесь вот вы думали что будет вы сказали вот вы вернулись на рынок да вот все изменилось совершенно другие валютные пары да ведь и 10 лет все снова изменится вы будете в этой области как-то совершенствоваться может у вас будет их свой хедж фонд можно что-то еще будет но я уже думал о том чтобы как-то расширяться вообще есть какая-то потребность людям немножко что-то рассказать какой-то свой опыт передать вот это у меня есть такая потребность потому что если вот мы начинали год назад в основе сидел 20-30 минут час максимум открыт закрыл открыл закрыл то есть у меня доходность была очень хорошая сейчас в основном на длинных ставках все то есть они там висят у меня по неделе по 2 по 3 по месяцу может висеть то есть как вот так открыли но длинные ставки вы что увеличили между не лонг а вообще долгие то есть по времени но тогда по идее должно быть доходность уменьшится доходность уменьшается но сумма то в целом выросла поэтому грубо говоря то что я зарабатывал грубо то что я заработал сегодня за день да грубо там за первым месяцами я получилось меньше по сути вот у меня сейчас сегодня вышел где-то тысяч пятьсот там 70 сложности но вы закрыла до этот доллар франк и евро доллара закрыл а вы читаете аналитиков и либо вы только читаете блоге я и аналитиков читаю все журнал читаю и все что можно все еще хожу на всякие семинары лекции в разные там конторы то есть везде так может быть вы должны учитесь потому что если вы 400 процентов в год даете да зачем вам лекцию что может лекция мне интересно посмотреть что люди говорят интересного потому что лекция бывает не только там по валютам бывает по акциям там бывают какие-то интересные вещи рассказывают там приходят люди можно с ними соответственно познакомиться узнать кто чем занимается вчера ходил одну встречу там был такой дедулька он в пиф вкладывал пиф все были неудачны деньги он спустил потом пошел дал управление там трейдеру трейдер его деньги тоже спустил вот я ему пытался объяснить в чем проблема но он не хотел слушать из этого я сделал вывод что проблема собственно даже не в том что там трейдер какой попался там или там в пифа что человек принципе ничего не понимает там в инвестициях и не хочет понимать то есть у него есть одна проблема что у нее есть деньги он их инвестировал при этом ему кто-то должен принести прибыль а то что он должен как бы еще чет понимать куда инвестировать он за это не отвечает ну как бы тоже можно понять понятно я предлагаю на этом закруглиться первую часть а вторая часть у нас будет посвящена текущей ситуации что вы думаете по рынку и прочее секундочку перебьемся потому что